здесь на территории вот таких то тач каждая из них стоит в районе от 500 до миллиона долларов что сегодня компания инкас компания инкас производится бронированных автомобилей випе гражданские вот такая вот огромная машина но она еще капец такая стильная смотрите я идеально под нее подхожу бронированная camry а на какие страны вы сегодня поставляете весь мир это самый официально мой самый сложный выпуск кем бы вы хотели чтобы вас запомнил пусть запомнить нас как спасатели жизни друзья вы не поверите куда мы сейчас едем в общем мы очень долго договаривались с этим человеком и наконец договорились сегодня мы будем снимать одного очень известного предпринимателя из узбекистана как вы думаете кто это он работает здесь дубае уже с 2000 по моему седьмого года мы приехали снимать бронемашины компания инкас на самом деле я очень сильно переживаю когда снимаю интервью такими крутыми чуваками у нас там уже пацаны встречают в общем мы на месте у нас будет интервью о жизни о бизнесе о принципах улубега максимова моего тезки вот так вот сейчас мы все покажем расскажем невероятных масштабов чувак у него состояние мы смотрели вчера в районе 100 миллионов долларов поэтому будет очень интересно смотрите как всегда давайте обратную связь и не забудьте подписаться погнали масштабненько да смотрите это производство она гигантская около 14 тысяч квадратных метров занимает вот это все пространство я в предвкушении ну что друзья всем добрый день мы опять дубай мы все еще в дубае сегодня мы в гостях улубега максумова компания инкас добрый день добрый день ассалам алейкум если вы не против я буду обращаться к вам как улубега я думаю так будет удобнее и для меня и вам комфортнее убега расскажите что сегодня компания инкас компания инкас производитель бронированных автомобилей включает в себя марку вип и гражданские банковские сети и класса ряда военных автомобилей которые поставляются по всему миру вот государственные учреждения випе секторы охранное агентство ну и включает себе банковскую систему для перевозок денежных перевозок и дорогостоящих металлов и так далее вот находимся дубай 2012 года уже одиннадцатый год на этом месте производим порядка 1200 полторы тысячи машин в год разного сектора вы недавно запустили производства бронированных лодок раскрыта но это уже пару лет назад уже два года выпускаем бронированные катера быстроходные начинается от 8 метров до 16 метров пока но мы идем уже сейчас на новые проекты и довольно таки быстро развивается эта компания уже успешно будем сейчас в абу-даби 20 февраля донавдекс выставки у нас будет предоставлен там 6 катеров который будет live demonstration и как бы уже заключаем уже контракты с разными странами а как происходит процесс производства лодок вы берете какие-то готовые катера и вы бронируете либо вы их с нуля собираем нет это полностью наша разработка мы с нуля собираем есть специальные разработчики тем более там это используем новый вид материала это не как люди привыкли видеть лодки там со стали алюминий файберглаз там деревянный это это новые это новый материал который называется hdp вот он очень легкий поэтому за счет этого материала мы на бронированном катере даже можем выполнять 55 узлов для бронированных катер это очень много строго очень быстро а сколько стоимость одного камера там много разных параметров там это зависимости от спецификации так далее там от да там максимальная ну начиная от 500 тысяч и и выше это меня на сам прайс а сколько уже за два года произвели таких 20 тирёв 20 тирёв вы произвели а в основном это покупает ближний восток да наверное где-то здесь то ближний восток вот африка и так далее я читал информацию по поводу вашего состояния 2017 год последнее упоминание было это 100 миллионов долларов изменилось ли она сегодня сейчас как мы считают еще пока не знаем как сказать то что изменилось что что мы растем то что больше людей и производственные площадки увеличивается и тогда насчет то что сам состояние писали это где-то когда-то в интервью меня спрашивали как бы но у нас цель не увеличить состояние увеличить производственные площадки так далее в людей мы вкладываем вот у нас еще пока так сказать времени нету сидеть и складывать куда-то у нас еще есть другие моменты а вот если оценивать саму компанию как капитализация есть какая-то оценка либо и оцените тогда когда хотите ее продать или поднес что-то взять мы как бы этими занимаемся зачем нам мы не хотим выходить на и пиа или выпускать свои акции начинать продавать как многие большие корпорации делают нам реально сейчас пока не до этого мы просто вы производственники а какой объем производства я читал по моему было на 2018 год последней информации тысячи около 1000 машин в год плюс-минус я же говорю это смотря какие машины смотря какие машины мы можем и 2000 машины построить но если это будет гражданских поэтому мы как бы рассказать мы не можем у нас каждый подход каждому контракт индивидуальный потому что мы не как там toyota mercedes они поставили план выпустить 10000 единицы вот они выпустили 10 тысяч нет у нас это всегда валять мы можем меньше машин поставить 800 машину они будут крупногабаритный который уже будет другая совсем другие машины это более тяжелая техника поэтому вот у нас мы не работает чтобы на количество уходим на более серьезную технику которая будет выполнять совсем другую функцию расскажите про команду как она образуется и кто у вас сейчас в команде в каком количестве и она у нас в районе 200 250 людей работает это включает стекольный завод и лазерной цехи и они здесь находится нет нет здесь и только сборочно у нас еще два предприятия есть которые здесь рядом находится сюда приводит все компоненты мы здесь просто производим сборку 250 человек плюс-минус а как происходят правление бы как на позиции села к генеральный директор да и под вами расскажите вот как в структуру компании строится она не строись она была построена уже двенадцатом году она просто работает система есть нам ну вы не можете каждый год ее строить она вы как вы как корабль назовете так и поплывет мы и построили двенадцатом году вот она им плывет под вами есть ли это топы до которая отвечает за какие-то делали как мы не под нами и вот мы сконцентрировали на производственников нам не нужны в компании президенты вице-президенты помощники вице-президентов и так далее нам мы лучше будем эти ресурсы использовать в хорошие компоненты и в людей которые работают нам эти топ-менеджеры они не нужны и самое главное правильно систему построить и она будет работать а на какие страны вы сегодня поставляете есть все весь мир весь мир бизнес а больше есть где-то объем какие-то страны больше он меняется постоянно то здесь тяжело приугадать а вот за 22 год например в какие страны были в основном здесь вот ближний восток на ближнем востоке я хотел бы поговорить с вами о вашем становлении сегодня понятным огромная компания столько сотрудников у вас уже международный бизнес который поставляет технику да по всему миру как вы говорите мне интересно как произошло в какой момент вам пришла в голову идея все же начинается с идеи из какого-то какой-то мысли и вы перестроились и пошли вот к таким успехам к такому результату когда это произошло и что повлияло на это никаких влиятельных факторов не было это было просто это во первых я начинал с этой деятельности и всегда человек стремится чтобы вырасти там вы же не можете там всю жизнь работать там на дяде петю вот был хороший опыт работал в другой компании на разных позициях и в какой-то момент вот этого всего устаешь думаешь и уходишь потом через какое-то время не понимаешь что эта работа ну вот это твои вот хоть и было тяжело опять начинать с нуля не раз это было вот и 10 в одиннадцатом году вот начал создавать это место эту компанию собирать людей тяжело было но вот справились сегодня я как знаю в двух тысяч седьмом да только переехали туда и после уже инка с 2011 основали вот момент самого переезда переезда куда из узбекистана суда расскажите про этот момент что вас подвигло переехать сюда это не был переезд это было просто туристическая поездка и просто понравилось это место потому что я вижу потенциал здесь и любой человек может тяжелый город конечно он или тут или туда или сюда но если зацепиться как получилось можно здесь достаточно хороших успехов а как вы за делись вы привал вы были сколько вам лет будет двадцать четыре дополнительных размен на тайна вы приехали сюда решили здесь остаться с чего началось вот это еще надо началось того что работал на зарплату все и все момент перехода вот именно в инкас и в бронетехнику как он произошел где-то это увидели либо это идея на нее слышали я работал на такую же компанию на это не был инкас да это была другая компания там набрался опыта течение пяти лет потом уже перешел и вот мы весь основали компания минкас супер у меня есть вопросы которые мы собирали от наших подписчиков могу ли вам их задать год назад мальгенштейн объявил о том что вы готовите совместный проект правда ли это совместный да он выставлял в stories видео то что и говорил что вы готовите совместно какой-то проект не проекта не было там были люди которые которые панируют ему и хотели сделать ему подарок свадебный этот как бы но единственное то что она связывала с ним то что ему подарили одной из наших машин на свадьбу то есть вот друзья да потом он снимал клип тоже просил чтобы мы ему посодействовали предоставили нашу технику вот предоставили место он его успешно снял и свой видеоклип этот проект был но нужен он уже действующий поняже прошел окей а какая это была машина это была одна из наших единиц на шах сколько примерно стоило я не помню как здесь дело не в стоимость ему нужна была машина как бы он у него не был заинтересован с ее купить он предоставил я имею ввиду про подарок а подарок 400 по моему район 400 супер он ездит по не по дубаю а вообще можно не только мы лезем для ну можно посидеть пофотографироваться у себя все цитата ваша некоторые машины уже даже летают я недавно заказал себе такую из японии должны привезти концу восемнадцатого года правда не знаю разрешат мне летать не привезли и не разрешат летать не привезли а что это за машина была это японцы я не помню у меня вот там букин даже есть референс они и испытывали что-то у них там пошло не так и так далее в общем этот такой проект который походу у них не получился принято у вас знаменитая коллекция многие блогеры снимали в районе 25 машин она как-то пополнилась последние с последние съемки и вы пополняете ли вы наверно пополнился там плюс-минус на постоянно же выходит новые машины новые модели их как бы это не коллекционно они просто суперкарс который их нужно менять а какое последнее приобретение было то я даже не помню последний там обычные машины там новый range rover новые бмв там например электрическая там а и 7 например ну что-то такое а как часто вы меняете машину я имею ввиду вот утром проснулись мы по настроению ожидания ну что-то новое выходит мы общаемся со всеми дилерами которые в дубай ну к ним приходит что-то новое которое нужно там годами ждать получается договариваемся вот берем вот именно протестировать посмотреть что машина плюс-минус и так далее обычно потом уже друзья у меня ее забирает перекупает потому что но они бывают иногда эксклюзивные я эта болезнь уже переболел раньше очень сильно этим занимался машинами сейчас уже не до машины сейчас уже перешли этот этап а я вот вижу у вас часы достаточно крутые как вы относите часы но часы это тоже да это тоже одна из болезнь но она хотя бы болезнь приятная с полезным она хотя бы вы инвестируете часы они не как машины они хотя бы держат ваши инвестиции и они только постепенно но они даже растут на а какая коллекция вас часов коллекцию больше чем прилично думаю да да супер цитата ваша как выпускал свои 80 100 машин в год так и буду выпускать хотя сегодня уже больше тысячи машин что изменилось то принципе ничего не изменил те же 80 100 только уже другого уровня машины поэтому говорил здесь и мы не на количество работаем а более уходим на другой уровень вот например построить 80 машин легкобронированный построить там 80 тяжелой техники это совсем другое в принципе 80 так и остались но эти 80 можно рассчитывать чтобы вы бы обычных построили там 200 вот поэтому это я имел ввиду принято вы говорили у меня кстати с николой тесла есть общее днк об этом я узнал после генетического анализа который сдавал national geographic расскажите как гены влияют на продуктивность человека и влияют ли они вообще ну как но влияют как там есть конечно связь с генами это был просто понятно что я думаю у многих тоже есть подобные днк которые у вас параллельно совпадают с вашими сегодняшними поэтому это человека зависит днк это все понятно гены это тоже но обычно гены они работают в плане как сказать того кто вы есть сегодня неважно каким бизнесом вы занимаетесь и например гены можно сказать что-то долгожители его там у нас там наши гена там больше 80 лет там могут жить там в принципе по бизнесу они так какого я не знаю человек же он же должен эти гены еще найти чтобы сравнить он пошел этим геном или нет а если человек не знает что понятно что вы должны знать там как минимум два-три своего поколения деда прадеда и прапрадеда например у любого человека спросишь а кто твой был прапрадед немногие могут на это ответить поэтому если глубоко задаваться генами но надо тогда сидеть это все изучать и потом уже сопоставлять по генам и этим бизнесом занимаемся или нет то есть вы придерживаетесь того что предпринимателя можно стать но не обязательно рождаться конечно как вы относитесь к хейту и слухам никак вообще это всегда было и будет даже реально сидеть это все разбирать кто что написал мне даже иногда на парюзе но зачем а смысл вами люди сидят нужно им что-то написали вообще просто умеет принято интересно принято вопрос такой это вопрос от подписчиков моих прав я не знаю откуда они столько информации о вас узнали правда ли что ваши автомобили были замечены у игил это опять-таки заказные фейковые статьи заказные истории у меня конкурентов и врагов и друзей наверно достаточно поэтому сами понимаете если это на самом деле было в тот момент но мы сейчас вами здесь не сидели интервью не снимали бы это как бы это даст довольно достаточно такое достаточно серьезное как сказать предъявление этими людьми написание написали при перед пресечении там или там спокойно везде все пересекаем ездим на выставках и так далее вот я думаю если бы это было в реале уже дано но бедные люди напишут заказаны сейчас вот вы мне любую статью там заказную за пару тысяч можно сформировать кто будет этим всем заниматься это же сейчас мы в таком мире живем согласен это все можно придумать да конечно человек такой вопрос у меня было ли такое в вашей жизни что на вас покушался кто-то да нет мы же спокойно у нас нету даже не телохранителя не бронированного машин что нужно так правильно жить и людям глаза смотреть остальное там уже все под богом может быть и я даже не думал об этом никогда в 2018 году вы предложили открыть завод фергане в узбекистане что было после открылся фергане не открыли но узбекистане открыли а открылся за вами что действующие уже два года он занимается той же деятельности конечно у круто круто а оттуда тоже заказы распространяется по миру да конечно классно очень круто 2015 году встретились шейхом зайдом бин мактумом расскажите об этой встрече он пришел к нам посетил его служба безопасности заранее договорились как и что вот правящая семья хочет посетить вас как вы на это смотришь я бы с удовольствием они что на вечер на ответим на все вопросы достаточно очень много вопросов правильно задавал так как был к находимся у них на их не территории очень была хорошая встреча ему объяснил что мы делаем как бы дело пригласил его сказал когда нибудь заеду посмотрим все и сказал если есть какие-то вопросы если нужна какая-то помощь и дал своих помощников если будут какие-то нюансы он сказал что я всегда могу обратиться но пока еще не обратились потому что все хорошо а это было единственная встреча больше не встречались но неформальных было тоже встреч что ну а что они как сказать здесь немножко система другая построена вам не нужно вам не нужно иметь хороших контактах или в правительстве и так далее вы должны свою работу выполнять правильно и все у вас будет идти вам не нужны никакие связи ничего с ними можно просто они должны как сказать они должны наш нами гордиться то что мы приехали сюда из ничего поставили вот здесь на песках производства и распространяем имя их не по всему миру потому что у меня здесь везде все машины мэй до нее и поэтому если у них какая-то специфика именно в ментальности вот которые очень сильно отличаюсь от наших стран и какая она если она есть очень у них сказать довольно таки простая ментальность у них недавно же у них это все произошло вот они как были на своем уровне в простоте понятно что есть много не сейчас как бы совсем другой уровень там делают центром мира свою страну здесь но я бы сказал что с ними очень легко и с ними нужно просто правильно поставят сделать поставить отношения и вам даже говорю реально не в принципе они они вам и не нужны здесь все выстроено уже вы приходите раз два три 4 лицензии люди во время все выполняете и строго соблюдаете их не и закон все так в 2019 году вы планировали открыть производство в нигерии как успехи получилось но там мы открыли сервис-центр ну потому что когда мы начали изучать этот регион там в принципе не очень безопасно иметь плана такого завода потому что у них во первых часто власть меняется во вторых там очень много разных других факторов там лучше мы сделали сервис-центр отсюда они все свои машины покупают готовы и в принципе это нам и много безопаснее для них и для нас сервис-центр до поставили потому что там тоже приличные единицы там объем машин у них находится и мы там каждый год два их обычно проводим сервисные работы на ними была история с тем что вы поставили от в одни руки 55 машин да это правда поменяли кортеж какой-то она это был один одна из африканских стран вот и был государственный заказ когда предыдущая власть ушла пришли новые и они решили поменять полностью свой гараж и мы и мы в этом помогли а вы устанавливаете на свои машины какое-то оружие нет они уже сами да там но есть опция чтобы туда установить от их не машина они там себе монет я вижу когда отсюда они выходят отсюда нельзя нет отсюда только выходят машины у нас нету бы мы не трогаем эту часть вооружения потому что мы гражданские плюс у нас все машины не тактические вот они сделаны чтобы просто для перевозки экипажа или солдат или или веке людей вот мы до весна оборудование не устанавливать была еще такая история с президентом вашим мерзиоевым то что вы хотели сделать ему машину как она закончилась и она у него еще у него пока как бы как сказать потребности еще может быть не было но мы всегда открыты тем более мы сейчас там находимся поэтому в любой момент если будет необходимость в этом мы всегда там сможем это сделать вы всегда успеваете в тренды выходит новая модель авто а вы уже знаете эту модель и делаете ее бронированы это слаженность работы команды либо как это происходит или потребности рынка нет потребность рынка все каждый хочет поменять свой флит он ездил на блонд-крузере двухсотка вышла 300 и понятно что они хотят можем ли мы сделать 300 а мы заранее уже берем эти модели уже разрабатываем это каждая модель это каждый эта разработка нужно делать новые детали новый дизайн и так далее потому что каждая машина когда меняется меняется у нее вес меняется и и другие параметры поэтому мы всегда готовы принять любой заказ хоть машина она там уже вышла там неделю назад мы уже готовы ее принять заказ и сделать то есть когда машины выходят вы уже там несколько машин выкупаете с этой линейки и сами уже там тестите и пробовать сделать мы же знаем что все равно новая модель выходит люди со старой все равно перейдут на новую мы готовы всегда самый большой единовременный контракт 22 миллиона долларов или был все-таки больше для нас все контракты большие неважно там одна единица или там 50 единиц поэтому вот даже сильно не заостряем внимание на каком-то контракте который был пять лет назад и для нас они все большие поэтому я не всегда повторяется большой контракт он может разделиться на все на протяжении двух-пяти лет поэтому это не так что вы подписали контракт и вам в один день все принесли и вам сделали стопроцентную оплату государства они у них есть свои правила там доставляет ждете и так далее так далее там все идет по этапам конечно а в основном это государственные заказы или только государства только государстве а в частные руки вы вообще не продаете допустим если я захотел не гражданскую можете купить если вам ваша страна там разрешит если вашем стране можно ездить на броне автомобиля да вы приносите бумагу от министерства иностранных дел и так далее там целый пакет документов чтобы просто купить бронированную на лиже ричард джордан гатлинг это изобретатель перед смертью сказал я бы хотел чтобы меня запомнили как изобретателя селки для риса и пшеницы чем изобретателя пулемета кем бы вы хотели чтобы вас запомнили я хотел запомнить чтобы чтобы они запомнили меня и нашу компанию нашу команду который предоставляет все усилия чтобы сохранить жизни людей потому что мы сохраняем у нас нет в машинах национальности например мы не политики мы производственники для нас человек который сидит наши капсуле это это человек какой он национальности что он где там но в принципе мы туда не можем ли для нас они все люди и хочу чтобы все запомнили что чтобы они у себя поменяли не то что поменяли запомнили так как что мы хранители жизни людей если вдруг что вы же видите сейчас что там происходит и там и там поэтому они все люди им нужно от пункта а доехать до пункт б если наша капсула которую мы изобрели в какой-то сфере понятно что стопроцентных гарантий нет сейчас технологии так далее есть такие вооружения которые могут любую капсулу на уничтожить поэтому пусть запомнит нас как спасатели жизни хранитель убека будет ли у меня возможность под вашим руководством провести мне экскурсию вашем офисе в вашем производстве можем ли мы это сделать можно огонь все погнали это ваш кабинет я увидел когда мы только начали снимать можно пройти да да конечно у вас здесь стоит оружие это какое-то сувенирное да это макет а это макет могу взять а это макет макет и все понял 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 хорошо что тут есть такое интересно это подарки да я как понял больше люди проходят там я не знаю вот дубай полис там далее здесь это же там министерство обороны здесь и вот вот министерство обороны и и это как их не их не значок ничего такого сверх естественно расскажите про коллекцию ваших картин это мой друг джим white он хороший друг вам постоянно делает разные выставки это его коллекция по всему офису он просто попросил чтобы его коллекцию здесь у себя хранил потому что вот он часто в разъездах я ему сказал без проблем можешь провести свои картины развесить по нашему офису они имеют какую-то ценность в нфти или они только физически я не думал он не он не еще не продвинулся в ту сторону чтобы работать и на пти он сам художник вам это его детище а как вы вообще сами относитесь к нфти и крик 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 крипто индустрии времени нет сейчас вы не инвестируйте нет конечно куда зачем мы в железо инвестируют нас более твердое конечно зачем нам легкие деньги не нужны нам нужно поработать супер это конференц-зал бы здесь следите гостей гости клиенты сотрудники иногда проводим планерку можем здесь обсудить планы на будущее понятно эта зона зона ожидания игровая зона для себя иногда во время ряда можно бывает бывает не вижу по всему офису даете когда это его картина здесь какой-то работе галтерия спустимся на производство да пожалуйста а сколько квадратов здесь общая территория 110 тысяч square feet это 1 гектар 1 гектар это уже вашей собственности а в узбекистане вы можете иметь 22 паспорта или нет нет 1 граждан сюда я может мы можем и можете иметь вторую паспорт но у нас не будут но у нас не его не будет признавать опа выход сразу суда до расскажите про это про этого монстра вы его сами сделали коллеги сделали да это вот где лодки выпускаем да вот это тоже вездеход он плавает он не бронированный это спасательный вездеход который когда идет вода с камнями с мусором он может доплыть там и спасти там человека по гражданского и обратно там на берег вывести баб по болотам он хорошо ходит как бы это вот версии вот где мы лодки строим там мы уже запустили этот проект тоже классно шуга такая штука стоит на смотреть но в районе полумиллиона ну да где-то так не может даже меньше тоже ним не бронированы это вот ваши такие в основном вас такие в основном у нас гражданские тоже да но это наши выставочные сейчас они на выставку тоже пойдут да это тоже одна из наших моделей которые вы в основном делаете гражданские да если в процентном соотношении но я же говорю это смотря какой год смотря от заказчика зависит они по непонятно а потому что завтра получим таких лексусов полторы тысячи штук мы будем целый год поделись только лет эти будут стоять я понял я понял а что здесь еще интересно есть а вот наверху что за штука это башня стоит но она пустая она без ничего тому же же говорю когда она доходит до своих конечных пользователей они уже там принимают решение использовать или нет она уже идет сборе а это башня для установки человек она тоже вся бронированная да конечно там же будет человек управлять я понял сколько здесь всего машин находится вот сейчас на сегодняшний день порядка 100 машин наверное есть а вот смотрите вы сказали тут около полумиллиона вот а такой бронетранспортер в районе миллион а там по-разному здесь процесс сборки да да я понял а расскажите немного по процесс производства здесь как как вы как это происходит все собирается вручную здесь как бы не сами производить а все остальное накладывается уже здесь на цеху да да я понял я понял вот так вот такие вот масштабы посмотрите огромные производства такое супер сколько таких цехов с 2 3 4 4 цеха просто мощный там залезем в этого монстра ну а я думаю этот момент мы сами уже можем отснять да да конечно ну я думаю все мы не будем отнимать ваше время у века спасибо большое спасибо что на видели участие в почаще все будем на связи рахмати удачи спасибо большое это самый официально мой самый сложный выпуск очень тяжело было вести разговор потому что ну человек вообще другого масштаба у меня на канале наверное первый раз человек именно в таком масштабе и мне было сложновато сложновато вести диалог ну все мы практически закончили нам предоставили возможность отснять бронетранспортер мы сейчас у вас и и покажем вам как он выглядит изнутри чем он там напичком погнали вот такая вот огромная махина но она еще капец такая стильная смотрите идеально под нее подхожу до черные на черном огромный монстр просто метра наверно 3 он сверху установлена башня для пулеметчика но пулеметы они не производят огромные шины он мне кажется в любом месте проедет с легкостью здесь что у нас здесь у нас закрыта или не закрыта когда открывать я здесь закрыта она внутри открывается запаска я не знаю нужна ли для такой тачки запаска смотрите окошке здесь тоже по моему внутри открывается поехали зайдем внутрь ёб твою мать чё твою мать что ты на это скажешь бейба шучу мощно база по моему здесь дочь 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 вайпер до дочь рам дочь рам дочь рам дочь рам не подсказывает дочь рам но посмотрите какой крутой салон здесь я не знаю насколько реально пройти туда назад давайте я попробую это сделать вот такой вот салон а здесь дверь открывалась сюда базарами чё-чё-чё-чё-чё рассказать здесь очень очень как в клетке чувствуешь себя в безопасности или в опасности не понятно а по вот она вот отсюда выходит оружие и можно стреляться если что если вдруг происходит какое-то нападение здесь огромный люк с выхода наверх опачки посмотри сюда что здесь происходит я отсюда вылазим ставлю сюда огромный пулемет и ты-ты-ты-ты-ты-ты херачу огонь огонь я как будто есть ребенок который попал в свою детскую 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 мечту огонь очень круто очень мощно меня просто эмоции переполняет посмотрите какие огромные огромные толщины эти окна вроде они такие маленькие но чувствуется тут базука не пробьешь еще заметьте какой он стильный у человека есть вкус тут выполнено все достаточно стильно даже установлены колонки я не знаю для чего нужно нужны здесь колонки но они установлены здесь наверное какая-то своя аудиосистема мне мне нравится я определенно хочу себе такую машину свой гараж еще совсем маленьких но но хочу погнали злок твою дивизию кого у меня обувь специально под это по бронетранспортер чё сейчас мы заснимем асмр смотрите этот лопух как майга как мои две головы насколько он большой ёб твою мать очень мощно очень стильно и очень красиво я не знаю насколько это можно делать крышка невероятно тяжелая если вы говорите что на гелике крышка тяжелая вы не поднимали эту крышку мощно огонь давай посмотрим эту тачку она примерно одинаковая но просто отличается цветом напишите в комментариях какая вам больше нравится вот в этом цвет цвета хаки военный транспортер либо вот этот стильненький черный транспортер как из американского фильма прикольно здесь у нас стоят lexus по моему 570 до или 400 это какой лекс 600 лексус 600 уже забронированы как я понял твою мать какая тяжелая дверь тут стекло я не знаю сколько сантиметров 10 наверное и она невероятно тяжелая смотрите машина по моему даже чуть-чуть присела есть такое мощно охренеть просто сильно а вы со своей стороны напишите в комментариях насколько вам понравился этот выпуск и дайте обратную связь не забудьте поставить лайк колокольчик и написать комментарий а мы будем снимать с каждым разом все масштабный и масштаб все ради вас друзья если вы думаете что мы ограничимся только этими двумя тачками вы вы нас плохо знаете посмотрите на вот эту красоту что это такое просто что это такое посмотрите пойдем туда офигеть как-то даже страшно среди таких тачек ходить посмотрите как их много и вот эти тачки уже проданы они под заказ сделаны огромное количество машин эти все тоже забронированы даже камрюха есть я вот не знаю на забронированы или нет она открыта или нет бронированная камри семидесятка бронированная охренеть сильно сильно здесь на территории вот таких всего 100 тачек каждая из них стоит в районе от 500 до миллиона долларов ну ну считайте сколько это много очень много сильно до инкасс кайф ну вот и все подошел наш выпуск супер масштабный супер огромный концу спасибо вам что вы с нами не забудьте подписаться на меня и на мой youtube канал продолжаем дальше спасибо вам что вы с нами не забудьте подписаться на мой канал спасибо вам что вы с нами